Дорогие братья и сестры, хочу поздравить вас с сегодняшним праздностным событием, благодарным крещением Господним. Господь сегодня вступает в воды орданские, входит в них, чтобы воспринять крещение от пророка Иоанна Предтечи, его очень называют крестителем. Когда совершалось сей действо, разрезались небеса, и дух в виде голубя, в телесном облике, в телесном виде, снизошел на голову Спасителя, и был слышен глаз свыше Отца Небесного, который сказал произвести вас сей Сын Мой возлюбленный, о Нем Мое благословение, то есть миру, ивилась Святая Троица во всем Своем обличье, во всей видимости, это величайшая радость и утешение для всех нас, чтобы нас вновь уверить, напечатлеть этот образ того, что из себя представляет Бог. А Бог Троичен, Бог в трех лицах, Бог Отец, как мы с вами слышали, Бог Дух Святый, который сегодня снизошел на Спасителя, и Господь наш Иисус Христос, Второе лицо Святой Троицы, Бог Логос, Бог Слово, как его еще называют, и сия суть, три единые, не слитые, не раздельные, не слиянные, но составляет как бы одно целое, один Бог. И вот это знание, духовное знание, прежде всего, оно сегодня открывается нам, Господь нам показывает, что из себя представляет Бог. И мы видим цвет и красоту, вот это блистание света, которое восстанавливало сегодня, светит и освещает нас всех, потому что Господь есть истинный Бог. Он не только показал свою человечность, что Он есть истинный Сын человеческий, но и Сын Божий, истинный Бог, предвечный Бог. И мы это видим, мы сегодня отмечаем, и мы радуемся этому величайшему событию, которое совершилось в годах Иорданских. Господь сегодня входит в эти очистительные годы, чтобы вместе с этим привлечь нас с вами, потянуть, чтобы мы вошли в эту купель жизни, в эти благодатные годы, со всеми своими грехами, со всеми своей скверной пороками, и осветились, получили от Бога все прощения, многих своих прегрешений, своих недостатков, своих пороков, чтобы Господь помыл эту скверну своей благодатной этой водой, живительной, светлой, которая сегодня изливается во все концы нашего мира. И мы должны видеть и прозревать свои внутренние ночами вот это действие, которое совершается одни дни, вот вещественную составляющую, вот естество, как таковое, потому что мы люди смотрим, как бы на обычные вещи, вода мы видим, сегодня изливается, там люди купаются в купелях, на крещенских, как бы отмечаем это событие, но, как я говорю, и хочу донести до вас, это прежде всего духовный праздник, духовное действие, и мы должны смотреть на него внутренние внешними своими врачами, взором привычным нашим, а именно внутренне, раскрывая глубину тайны вот этого события, вообще то, что сегодня произошло, происходит, развивать внутренне, духовно, и воспринимать это духовно как данность, как то, что подает нам Господь. А он сегодня открывает нам образ, по сути, вот этой жизни нашей, и отнюдь не временной, земной, но образ того вечного, неприходящего, которому Господь всех нас привлекает. С этого дня, с уходом Господа в воды Иорданские, Господь является впервые, как бы, перед людьми, и после этого он изойдет на общественное служение, мессианское служение роду человеческому, где он будет провозвещать Евангелие правды и привлекать всех покаяния к Царству Божьему. Эти слова Господь непрестанно говорил, обращал ко всем нам, ко всем встречался Ему на пути. Мы должны с вами воспринять эту всесильную помощь Божия, Его усилия, Его старания, потому что мы будем сочетаться со Христом своей верой, своим желанием быть со Христом, воспринимать Его святыню, которую Он всем манес посылает, приобщаться к этой святыне. Сегодня мы с вами осветили воду в сосудах величайшая святыня, это уже не просто водное естество, привычное для нас, а именно святыня. Святыня, слово геасма в переводе означает святыня. Сегодня мы будем принимать, почерпать от этой освященной воды отнюдь не воду, а именно святыню. Так нужно иметь вот к ней такое сопоствующее наше отношение, наше восприятие, принимать ее как богоданное, как то, что Господь подает на его освящение прежде всего наших душ и телес такого ощущения и того, чтобы мы еще более приблизились к Богу, впустили его в свою жизнь, и чтобы Господь сотворил эту обитель в нашей душе, наполнил ее благодатью Божией. Это самое главное, что мы должны изнести от сегодняшнего празднества, поэтому не пользуйтесь ли, пускай она послужит вам во спасение вашей души, во очищение ее от многих грехов, при грешении и приобщении Богу Царствию Небесному. Еще раз всех вас праздника, пускай Господь триединый пребудет с вами своим светом, своей благодатью, наполнит вашей души благодатью Божьей, чтобы она преуполняла вас до краю каждый день вашей жизни, изобиловала светом, радостью духовной, чтобы приходилось к вашей жизни и прирастала вот эта света Божьей, божественная жизнь, чтобы она была главным для вас, что Бог для нас это первое место в этой жизни должен занимать, ты будешь приобщаться, стараться потягивать себя, усвоять эти духовные знания и освещать себя на каждом месте, чтобы на самом деле Господь пребывал в нас и мы жили в Нем, чтобы провождал нас по нашей жизни, сохранял, поддерживал на всех путях нашей жизни, возводил нас к своему вечному единственному царству, к тому же слава, чести, поклонения себя ныне бесконечные веки, аминь.